Тем временем Свердловская область готовит новую помощь для Южного Урала. Так, для отправки в Челябинск готовится партия оконных пакетов от одного из Свердловских предприятий. Напомню, после космического гостя необходимо восстановить остекление почти 30 тысяч квадратных метров окон. О помощи соседям. Сюжет Дмитрия Немытова. Всего за одну секунду четыре полузаготовки превращаются в оконную раму. Раньше на эту операцию могло уходить до часа. Сейчас же варочная машина выдает готовый контур мгновенно. Рабочие поторапливаются потому, что эти окна крайне необходимы Челябинскому детдому номер один. Взрывной волной от метеорита там выбило большую часть стекол. Чтобы вернуть тепло в здание, нужно минимум 70 квадратных метров стеклопакетов. Будет тепло, меньше будет проходить шума со стороны улицы. Не будет выпадения конденсата, потому что это предусмотрено конструктивно, уже непосредственным профилям. Самые основные показатели важны детям. Клич о помощи южным соседям был брошен в пятницу. Наиболее пострадавшие от взрыва города – это Челябинск, Оркино и Копейск – срочно нуждались в новых окнах. Более десятка предприятий Среднего Урала предложили своих специалистов и все, что есть на складах. Все расходы производители окон взяли на себя. Ремонт детдома обойдется в 500 тысяч рублей. Мы ничего не боремся, мы просто помогаем людям. А в данном случае мы помогаем детям. На этом все сказано. Поврежденные взрывной волной объекты – это в первую очередь больницы, школы, детсады – разделили между строительными организациями. Более ста специалистов Среднего Урала уже произвели все необходимые замеры на закрепленных объектах. Всего необходимо поставить больше 30 тысяч квадратных метров стеклопакетов. Это годовая норма одной оконной фабрики. Средняя стоимость одного метра – 5300 рублей. Все вопросы о компенсации будут решаться позже, пока задача номер один – произвести ремонт до конца этой недели. Работу, которая была произведена нашими организациями, я оцениваю как, собственно, на отлично. Потому что и руководство в этих предприятиях откликнулось. И, по сути дела, не ставили вопросы о том, каким образом будем добираться, дайте нам автобусы. Большинство людей выехало своими машинами, со своим оборудованием, со своими даже материалами. Новые окна отправят в Челябинск уже завтра. Дмитрий Немытов, Александр Плюснин. Информационная программа «День» Екатеринбург. «День» Екатеринбург. День» Екатеринбург. Продолжение следует...